Всем привет! Как все знают, 1С Документооборот позволяет автоматизировать входящие и сходящие внутренние документы. Наравне с этим функционалом 1С Документооборот также позволяет автоматизировать заявление на отпуск. Причем Документооборот может это сделать как самостоятельно, так и с помощью интеграции с 1С ЗУП. Сейчас мы рассмотрим пример кейс согласования заявления на отпуск в 1С Документооборот. Для того, чтобы пользователь Фролова создал документ отпуск, ей нужно перейти на закладку Документы и файлы, перейти во внутренние документы и нажать на кнопку Создать. В списке недавних может отобразиться заявление на отпуск. Если же в недавних оно не отображается, то можно найти его по поиску. Вот заявление на отпуск. Здесь мы видим шаблон этого заявления и кому задавать вопросы по шаблону. Пользователь ответственный за шаблон заявления на отпуск. Нажимаем на кнопку Создать и заполняем реквизиты. Как мы видим, вид документа у нас заполнился автоматически. Это заявление на отпуск. Наименование заявления на отпуск и фамилия инициалы автора документа также подставились автоматически. В кратком содержании можем указать дополнительные комментарии. Далее начало и окончание отпуска. Указываем дату начала отпуска с понедельника и до пятницы. Здесь также есть галка Согласно графику. То есть мы можем указать по графику ли мы уходим в отпуск или это вне графика. В нашем случае мы уходим согласно графику. Выбираем организацию. Меркурий проект. Можем оставить комментарий. Папка заполняется автоматически. Заявление на отпуск. Все поля, которые заполняются сейчас автоматически, они настраиваются на этапе внедрения согласно вашей компании. Гриф указываем общий вопрос, кадровые вопросы. Никакого проекта у нас здесь не подразумевается. Состояние документа также меняется автоматически. На данный момент это состояние проект. Далее, как только мы отправим документы по маршруту, состояние будет меняться автоматически в согласованно, не согласованно, на согласовании, исполнено, на исполнении. То есть очень много статусов, которые меняются автоматически. Нам для этого ничего делать не нужно. Подразделение. Система определила как секретариат, так как Фролова у нас подразделение секретариат. И пользователь, который подготовил этот документ, сама Фролова. Далее ответственный это ее руководитель Великанова. И далее хранение. В хранении мы можем указать состав, соответственно документации, форму, в которой она предоставляется, электронная либо уже бумажная. И списать в дело. Далее можем добавить файл. Но в нашем кейсе у нас файл будет заполняться автоматически. Поэтому мы сейчас не добавляем файл с диском. После того, как мы заполнили все основные реквизиты, мы нажимаем на кнопку записать. Соответственно у нас создалось заявление на отпуск. Далее мы переходим на закладку файлы. И видим здесь документ заявления на отпуск файл. Мы можем нажать на кнопку просмотреть. И видим, что наше заявление заполнилось автоматически датами СПО и фамилией и инициалами нашего отпускника. Соответственно шаблоны настраиваются также на этапе внедрения. И здесь можно также в шаблонах указать и к генеральному директору. То есть должность указать кому, от кого, чтобы соответственно должность и фамилия и инициалы точно также представлялись согласно шаблону. Это все настраивается на этапе внедрения. Просмотрели документ, закрываем его и возвращаемся к нашему заявлению. Далее это заявление должно быть отправлено на согласование. То есть у нас должен согласовать наше заявление как минимум наш руководитель. Мы нажимаем на кнопку отправить. И в списке вариантов для отправки выбираем обработку заявления на отпуск. Здесь также мы можем увидеть из каких действий состоит наша обработка. То есть это согласование заявления на отпуск. На это выделяется 2 дня. Далее перевод отпускных на карту сотрудника 4 часа. Введение данных об отпуске во внутренней базы 4 часа в случае если у нас не настроена интеграция. И заявление на отпуск успешно обработано это уведомление нашему инициатору, отпускнику о том, что его заявление успешно обработано. Весь срок процесса занимает 3 дня и 4 часа. Нас это устраивает и мы переходим к отправке. На этапе внедрения мы заранее настроили процесс так, что сейчас на текущем этапе нам ничего не нужно здесь менять. Здесь все автоматически настроено. Мы можем со своей стороны посмотреть схему соответственно что у нас будет происходить как только мы запустим этот процесс. И видим, что первым этапом у нас идет согласование заявления на отпуск непосредственным руководителем. Можем даже открыть эту задачу. Видим, что у нас срабатывает автоподстановка непосредственный руководитель автора документа. Далее идет условие. Если отпуск согласован, то одновременно у нас сотрудник бухгалтерии и сотрудник отдела кадров переводят отпуск на карту сотрудника и вводят данные об отпуске сотрудника во внутренние базы. Если же отпуск не согласован, то процесс завершается. Далее после того, как вот этот этап параллельный у нас выполнен, автору документа приходит задача ознакомления, что заявление на отпуск успешно обработано. Здесь мы также ничего не меняем. Возвращаемся на закладку процесс и нажимаем на кнопку «Стартовать и закрыть». Наш процесс стартовал. Соответственно, где мы его можем увидеть? На закладке «Процессы и задачи» мы можем увидеть все процессы и задачи и задачи в работе. У нас сейчас в работе одна задача. Это на нашего руководителя задача «Согласовать заявление на отпуск». Перейдем к руководителю на рабочий стол руководителя, чтобы посмотреть, как же выглядит эта задача. Обновим на рабочий стол текущие дела. Видим, что у нас есть 6 непринятых задач. Давайте их посмотрим. Видим, что у нас есть задачи по документам. Это один запрос и два заявления на отпуск. В данном случае наше заявление на отпуск, это датированное 23 числом. Мы открываем эту задачу. В задачи мы можем перейти в предмет процесса. Предметом процесса является само заявление на отпуск, сам документ. Здесь мы можем ознакомиться с файлом заявления на отпуск, открыть его и посмотреть. Соответственно, видим, что все заполнено корректно, что даты нас устраивают. И, соответственно, закрываем этот документ и нажимаем «Согласовано». Нас все устраивает. Мы сотрудника отпускаем. Задача из списка у нас пропадает. Что же видит в этот момент автор? В этот момент, если обновить сейчас закладку «Процессы и задачи», то мы видим, что процесс стартанул дальше. Он перешел к Воронцовой, внести данные об отпуске сотрудника во внутренние базы и перевести отпускные на карту сотрудника. Вот, в принципе, этот момент, он может уже происходить по интеграции с ЗУПом. То есть после согласования заявления на отпуск, заявление на отпуск у нас с помощью интеграции переваливается в 1С ЗУП и, соответственно, в 1С ЗУП создается документ отпуска. Далее, соответственно, отдел кадров проводит этот документ, создает приказ на отпуск. Но сейчас мы рассматриваем кейс без интеграции, поэтому в нашем случае у нас Воронцова и Зеленец должны ввести данные об отпуске сотрудника во внутренние базы и перевести отпускные на карту сотрудника. Перейдем на закладку, точнее, на пользователя Воронцова. Обновим также текущие дела. Видим, что 12 задач у нас не принято. И точно также видим, что у нас есть по документам много задач. Вот, допустим, документ заявления на отпуск. Мы видим, что у нас три задачи. Нас интересует последняя. И мы видим, что нам нужно сделать. Вписать в табель отпусков и подготовить документы. Как только мы выполняем эту задачу, нам нужно будет нажать на кнопку «Исполнено». Мы это можем сделать непосредственно из формы задачи «Мне». Нажимаем на кнопку «Исполнено» и задача уходит из списка наших задач. В этот момент пролова, та, кто уходит в отпуск, видит, что данные об отпуске сотрудника во внутренней базе введены и задача выполнена. И осталось только перевести отпускные на карту сотрудника. Для этого мы зайдем под пользователем «Зеленец». Точно также обновим рабочий стол. Зайдем в «Непринятые задачи». И видим немного другую группировку. Группировка может настраиваться самим пользователем. То есть вы сами можете настраивать себе группировку, как вы хотите видеть представление. По документам, либо по папкам, по задачам. Видим, что у нас есть исполнение «Перевести отпускные» на карту сотрудника. Видим, что нам нужно сделать. Видим, соответственно, заявление на отпуск. Выполняем нашу задачу. Нажимаем на кнопку «Исполнено». Теперь перейдем также на «Задачи мне». И видим, что нам должна была быть отправлена задача. Заявление на отпуск успешно обработано. Зайдем в «Задачи мне». Перейдем в группу «Заявление на отпуск». И видим, что у нас две задачи. Первая задача – это ознакомление. Ознакомление о том, что наш руководитель согласовал нам заявление на отпуск. Результат мы видим согласованный. Нажимаем на кнопку «Ознакомился». И вторая задача – это отпуск согласован. Отпускные перечислены на заплатную карту. Проверяем. Да, действительно, все выполнено. И нажимаем на кнопку «Ознакомился». Вот таким образом в 11 документообороте можно автоматизировать согласование и исполнение, в том числе, по заявлению на отпуск от сотрудников. Спасибо за просмотр.